Тема наша называется воля божья воля божья и если вы помните то первую часть темы мы посвятили так называемой воли божьей позволительной помните или нет то есть воля божья друзья она существует в двух различных вариантах или качествах давайте я лучше применю слово качество и вы знаете что и ваша воля существует тоже относительно к вашим детям в двух различных качествах например у вас есть воля который выражает ваше желание а есть воля которая тоже ваша воля но ваше желание по относительно относительно к ребенку она не выражает да когда ребенок приходит и что-то просит и тебе его просьба нравится и окей иди делай бери да то это та воля которая как бы сказать ваша воля но временами нам не нравится что делать наши дети да и мы им говорим окей иди делай хотя наше желание с этим нету и мы своего рода позволяем им да поэтому я так и назвал что есть воля божья первое качество воли божья это она благая угодная и совершенная то есть то что богу приятно то что когда мы повинуемся том тому что он хочет но есть вторая воля божья которая называется воля божья позволительная так когда мы не хотим слушать его делаем то что мы хотим а мы знаем что в мире все происходит по воле божьей табо то начинается что мы вступаем в поле действия воли божьей позволительно так вот итак как бог выражает свою волю скажите мне как бог выражает свою волю вы верующие люди или нет через слово хорошо меня интересует правда представьте что я человек первый раз попал христианского не уроки божьевой бог говорит ира у него есть вода он выражает свою волю как туда как он выражает свою волю объясните мне вы если вы верующие люди вы должны это знать через слово евангелие то есть есть воля божья записанная так так мы понимаем все что здесь записано это его воля допустим я читал евангелие и ответ на свой вопрос не нашел как дальше мне быть друзья мои я хочу чтобы мы для чего я вообще задал этот вопрос я я лично считаю что есть минимальный уровень который должен быть в жизни любого христианина то есть 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 вещи которые бог обязательно сделает обязательно без исключения так вот то что касается воли божьей всегда ли бог отвечает нам или нет имеем ли мы право всегда знать волю божью имеем имеем то есть бог обязательно скажет тебе тут стоит вопрос что он тебе скажет какой минимум минимум который обязательно бог в твою жизнь скажет какой минимум скажи громко вера бог обязательно тебе скажет или да или нет он может конечно он может сформулировать абсолютно точные и четкие ответ на твой вопрос да господи я приводу привожу пример вы только поймите меня правильно господи покупать мне эту машину или нет нет это не покупай купляй красную с двойным приводом как там еще с навигей шином может бог так сказать может абсолютно может да и когда конечно когда он это говорит то впоследствии в своей жизни ты поймешь для чего тебе тот полный привод и навигейшн потому что что-то случится в твоей жизни что да а может так и не сказать да но друзья да или нет он обязательно нам даст и когда мы претендуем на ответ друзья специально у нас будут в конце мы еще поговорим с вами как узнавать волю божью вот мне будет интересно сделать короткий сурвей вы все расскажете мне как вы узнаете волю божью как как у вас было когда практика у вас было и мы с вами попробуем узнать как узнать волю божью но прежде чем мы туда дойдем друзья мы с вами должны понять одну истину что бог обязательно будет говорить к нам обязательно будет говорить да или нет смотрите как написано прежде всего братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвой, но да будет у вас. Да. Да? Нет? Нет. Как вы думаете, почему здесь двойное да и двойное нет? Временами я говорю да, а кто-то еще говорит нет. И тогда кто, чье слово последнее остается? Его. Правда или нет? Поэтому Павел говорит, вы учитесь так говорить, что когда ты говоришь да, за тобой повторяет Господь, да. Если ты говоришь нет, чтобы Господь за тобой тоже повторил. Нет. Здесь, друзья, намек на то, чтобы мы не своевольничали, но прежде чем сказать, я даже не знаю, чье первое да, может быть первое да, это не мое даже. Может первое да, это его, а я просто за ним что, повторяю? Вот здесь намек, друзья, на то, что прежде чем сказать да или нет, то ты узнай, что говорит Бог. А то ты скажешь да, а Бог скажет нет, и получится, что ты, извините, балабол, а не христианин. Поэтому для того, чтобы у нас этого не было, давайте научимся познавать волю Божью. Окей? Итак, друзья, у Бога есть да, у Бога есть нет. Как мы можем доказать это из Писания? Кроме этого стиха. И будет обращаться к Елизару, священнику, и спрашивать его о решении. Тебе нужен ответ, тебе нужно решение. Посредством у Рима, пред Господом, и по его слову должны выходить, и по его слову должны входить, он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. Обратите внимание, друзья, что в приведенном стихе нету почему-то Тумима. Да? Мы знаем, что было два камня, был у Рим и был Тумим. У Рим означал да, свет, Тумим означал нет, совершенство. Друзья, по сей день неизвестно, некоторые говорят, что это были отдельные камни. Скорее всего. Мы не знаем, понимаете, друзья, я хочу, моя мысль простая, мы по сей день не знаем процесса, как Бог отвечал. Как я уже, если вы помните, когда я говорил на камне Апокалипсиса, я говорил о том, что был наперстник судный с именами сынов Израилевых, да? И некоторые раввины говорят, что эти камни светились, и с помощью, вернее, буквы на камнях светились. И с помощью букв, которые светились на камне, можно было прочитать ответ от Бога. Как вам такое? Поняли, о чем идет речь? Было 12 камней на наперстнике, на каждом камне было выбито одно из имен сынов Израилевых, на камне. И вот, например, если тебе надо ответ, то засвечивались буквы на этих, этих, и можно было из светящихся букв прочитать слово. Ну, я не знаю, ли это так, но очень интересно, да, на самом деле так или нет, мы не знаем. Я веду, друзья, к тому, что процесс, как Бог это делает, он у каждого человека будет что? Разный. Как ты получишь ответ от Бога? Вот он скажет, я помолился, Бог дал мне сон, да, и тот бедный человек уже трое суток спит, и ничего ему не, не дано. И он придет и скажет, слушай, мне нужен ответ, я уже трое суток проспал, ничего, Бог не говорит. А Бог не будет говорить тебе именно таким же образом, как к тому другому, потому что самого процесса мы не знаем, как Бог давал ответ посредством Урима и Тумима, мы тоже не знаем. Да? Здесь вот написаны слова, слово Урим, здесь написано Тумим, мы не знаем. Некоторые говорят, что камни вибрировали, некоторые говорят, что камни светились, да, нет. Факт остается один, друзья. Бог мог сказать да, Бог мог сказать нет. И слово да, Урим, переводится на наш язык, как свет. И мы с вами немножко коснемся этого вопроса сегодня, потому что тема наша, это воля Божья, Урим, когда ты живешь в соглашательстве с Богом, когда Бог говорит тебе, да, да, ты молодец, все правильно, да. Если мы захотим, мы с вами поговорим и про то, что значит Тумим, когда Бог тебе говорит, нет, а ты Бога что делаешь? Не слушайся. И ты идешь, и ты делаешь то, что ты хочешь, да, то ты не выходишь из-под воли Божьей, если ты христианин и дитя Божье. Ты в воле Божьей, но только качества воли Божьей, Тумим, они совсем не такие, как качества воли Божьей, Урим. Поняли? Совсем другие, вы понимаете значение слова качества? Понимаете значение слова качества? Не качество, как качественный фрукт, а качество, как имя прилагательное, лучше выразиться так, да, качество, как имя прилагательное. Поэтому урим, друзья, это всегда благая, урим это всегда угодная, урим это всегда что? Совершенная, а Тумим? А Тумим это всегда неприятная, Тумим это всегда страшная, пугающая, Тумим это всегда непонятная, и так можно продолжить эти качества, да, но это тоже воля Божья. Псалом 90, друзья, описывает действие воли Божьей, которая является урим. И мы с вами немножко углубимся в этот псалом и поймем, но чтобы вам, друзья, доказать, что псалом 90 описывает праведника, который живет по воле Божьей, то давайте прочитаем первый стих этого псалма, и он звучит так, живущий, где? Под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, что? Покоиться. Другими словами, давайте, давайте перефразируем это место Священного Писания, Библия говорит так, что есть люди, которые живут под покровом Всевышнего, а есть люди, которые не живут под покровом Всевышнего, так или нет? Скажите, что за человек, который живет под покровом Всевышнего? Это он нормальный христианин или нет? Правильно? Друзья, чтобы нам понять эти все вещи, мы с вами сейчас очень коротко разберем буквально первый стих, потому что первый стих нам нужен, друзья, воля Божья. Смотрите. И не сообразуйтесь с веком Сим, это Иванлий, брат Филипп, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Во-первых, друзья, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что волю Божью невозможно понять сна... Как бы выразиться? В попыхах. Вот так, раз и все. Человек с лету спасибо, Олежек. Человек, который только попадает в собрание верующих, он, скорее всего, будет растерянный, он не будет понимать наших ценностей, он много чего не будет понимать. Почему мы не идем на работу, идем в собрание, почему мы жертвуем деньги и... Ну, многих вещей. Впоследствии, друзья, мы с вами взрослеем, но все же мы не взрослеем настолько, чтобы понимать волю Божью полностью. Смотрите, не сообразуйтесь с веком Сим, нам нужно определенное время, чтобы удалиться от мира. И когда мы удаляемся от мира и не сообразуемся с миром, то после этого происходит то, что называется преобразование нашего ума. Чтобы понять волю Божью, нужно, чтобы что-то в голове у нас поменялось. Согласны или нет? Можно ли, друзья, понять человека, который на похоронах радуется? Можно или нет? Смотрите, если бы мы были абсолютно неверующие люди, абсолютно неверующие, мы бы сказали, что шел с ума. Но Писание нам дает заповедь всегда, например, что? Радуйтесь. И Библия говорит, я хочу, чтобы вы не скорбели об умерших, как кто? Как прочие. Почему? Потому что у нас есть надежда, а у хорошего христианина не только надежда, но и что? Вера. В то, что мой родной человечек перешел в лучший мир. Да? И если ему сейчас... Почему мы плачем? Мы плачем, потому что это потеря, его здесь нету, может он страдал. Да? Но я вам даю гарантию, если бы приоткрылись наши глаза, и мы бы увидели процесс, как входит в душа в обители Господней, дабы нам Господь увидеть, прямо на похоронах. Я вам гарантирую, вы бы сейчас стояли, что я такое живу? Что я вам сейчас расскажу? О, вы, вы, вы просто не представляете, да? И все верующие его бы что? Поняли. Поняли. Потому что волю Божью он понял. Потому что ум его преобразовался. Потому что что-то Господь изменил. Правда? Конечно, я вас не агитирую на похоронах смеяться и радоваться, потому что неверующие нас не поймут в этом вопросе. Но с другой стороны, есть моменты, которые христианин понимает лучше, нежели все остальные, друзья. И то, о чем мы будем говорить, например, процессы вроклидона, когда ты входишь, когда ты не повинуйся воле Божьей, и Бог тебя начинает учить. То это все признано только для того, чтобы в конце, в конце это будет неправильно, чтобы где-то в процессе нашей духовной жизни мы поняли, что Богу лучше повиноваться, что всегда, безоговорочно. Правда? Потому что где-то мы понимаем, что да, надо, но потом мы как-то не сильно хочем повиноваться. Окей? Ну, давайте, друзья, разберемся с качествами воли Божьей благой, угодной и совершенной. Итак, первая воля Божья, друзья, это какая? Это благая. Я вам дам греческий перевод, мы долго останавливаться не будем, а потом я немножко присовокуплю толкование. Благая обозначает хорошее, доброе, кто по-английски читает, можете прочитать, у меня не было времени сделать перевод эту, так сказать, я взял прямо с лексикона это все. То есть, слово благая, она означает добрая, good по-английски. Все знают, что такое good, правда? Не надо больших переводов делать. Вот она угодная, друзья, well-pleasing, да? Вот смотрите, в Римлянам написано так, кто с ним служит Христу, тот угоден. То же самое слово используется, он угоден. То есть, угодная, это то, то, что подходит, да? Причем, подходит, друзья, не нам, я сейчас дальше объясню, а подходит Христу. И третье, друзья, определение, это совершенное. Слово совершенное, можно сказать, ну, английское слово complete, то есть, завершенный. Английское слово perfect, что означает совершенный, в буквальном смысле слова. И haven't reached its end, что обозначает, что добавить нечего. Окей? добавить нечего, все, конец. Совершенный, это все, уже, ну, нечего говорить. И давайте, друзья, обратимся, потому что мы волю Божью, именно в положении у Рима, начинаем познавать с первого пункта, а первый пункт, это воля благая. Что обозначает воля благая? Что означает воля? Добрая воля, да? Давайте так, пожалуйста, добрая воля. Мы начинаем, друзья, повиноваться Богу в том, что нам с вами, что? Нравится. Смотрите, есть моменты, например, в семейной паре, когда муж говорит жене, сделать так, так и так. И жена посмотрела, и ей понравилось, что сказал муж. И она мужу, что? Повиновалась, да? И исполнила волю Божью. Это воля Божья какая? Благая. То есть, Бог начинает с нами работать, как с младенцами, в тех вещах, которые нам нравятся. И большинство из вас, кто пришел к Богу в начале своей христианской жизни, вы видели, Бог делал все, что нам с вами, что? Нравилось. Все было так хорошо в самом начале, да? Все такое, Бог нас так окружал, такое благословие, и там устройство, и там, и там, и повиноваться воле Божьей было очень легко. Так или нет? Вот так Бог начинает нас учить. И потом, друзья, наступает момент в жизни семьи, когда муж говорит, сделай то другое, а жене это что? Не нравится. И тогда, друзья, наступает момент научиться нам воле Божьей какой? Угодной. Только не нам угодно, но я кому? А тому, кому мы повинуемся, друзья. Да? И Бог тоже сначала, когда Он нас учит через волю Божью, благую, и дает все, что нам нравится, потом наступает момент, и Он начинает нас гладить против шерсти. И нам, мы стоим перед выбором, повиноваться или не повиноваться. Нам не нравится, но Бог говорит, ты должен это сделать, потому что я тебе говорю. И мы учимся, друзья, повиноваться Богу в угодной воле, еще раз повторяюсь, не угодной мне, а угодной Ему. Вы помните, я стих там выписал перед этим? И третий, друзья, уровень, на который мы с вами всегда должны подняться, это воля Божья какая? Совершенная. Да? Потому что, друзья, не может быть совершенная в самом начале. Я выписал так, смотрите, благая, мы учимся повиноваться в том, что приносит нам благо, что нам нравится. Угодная, мы учимся делать угодное, несмотря на то, что это для нас не сильно благо. И третий, я выписал так, совершенная, мы пожинаем последствия нашего с вами послушания. На этом уровне мы учимся с вами и понимаем, что вот здесь я послушал, мне не сильно это нравилось, я не сильно с этим был согласен, но здесь я послушался и вижу, что сделал, что? Правильно. Результат я вижу. И ты познаешь Бога там, где тебе приятно, там, где неприятно, но конечный итог познания воли Божьей, он закрепляет пред тобою картину, где ты видишь, говоришь, да, Господь, ты прав, ты прав, хорошо, ты все сделал хорошо, прекрасно. И, друзья, временами к третьей ступеньке нам бывает идти очень и очень с вами что? Долго. Трудно само собой, долго. Долго. Нам хочется видеть, когда мы вот на второй ступеньке, когда мы, нам трудно, но мы повинуемся, нам не хочется, но мы повинуемся, нас зажимает, но мы повинуемся, нам сильно хочется увидеть третью ступеньку и увидеть, Господи, для чего это все ты делаешь. Хочется или нет? Друзья мои, поверьте мне, чтобы нам не свалиться вниз, нам надо, нам надо оставаться на второй ступеньке достаточно, пока мы с вами не дойдем до ступеньки. У кого есть в жизни ситуация, когда он был на второй, не понимал, поднялся на третью, и сказал, о, вот оно в чем дело. Понимаете, что третья ступенька самая высокая, а с высокой точки всегда можно разглядеть все детали внизу духовные, да? Мы временами наверх еще не вскарабкались, хотим все видеть, но вскарабкайтесь на самую вершину воли Божьей, и тогда вы вниз взглянете и скажете, о, вот зачем я попал в аварию, да? О, вот зачем там случилась у меня болезнь, о, вот зачем это все. А мы временами находимся в болезни, и, Господи, почему, зачем, что ты-то забыл, что ты то, ты что-то не понял. Ну, ну, подожди, дай время, выжди в воле Божьей, повинуйся, выберешься наверх и скажешь, о, Господь, ты молодец. Давайте быстро прочитаем этот псалом, который вы знаете, я буду читать его быстро, и мы его стих за стихом будем разбирать на несколько следующих с вами служений. живущий под кровом Всевышнего, под сеней всемогущего покояться, говорит Господу прибежище моё защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его, не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днём, язвы ходящие во мраке, заразы пустошающие в полдень, падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться, только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование моё, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приближится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнёшься о камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя моё, воззовёт ко мне и услыши его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение моё. Это обетование, да, все, и мы с вами постараемся разобраться, может быть, мы не будем каждый стих разбирать с вами очень подробно, но мы немножко углубимся в прочитанный текст. Итак, друзья, прежде чем мы двинемся полностью к тексту, друзья, для того, чтобы получить обетование 90-го псалма, друзья, мы должны исполнить два условия, два условия, я вам покажу сейчас это в Священном Писании. Итак, воля Божья, друзья, имеет свою границу. Я назвал эти два условия граница и вера, друзья. Воля Божья имеет свою границу. Смотрите, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Живущий где? Под кровом. Я вот такую картинку выбрал, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Видите? Такой домик под зонтиком, под кровом, укрытый, да? Слово кровь обозначает укрытие, обозначает защита, обозначает опека, друзья. Смотрите, ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавлением. Смотрите, что неправильно, друзья, в этой картинке? Вот в этой картинке что неправильно? Вы поняли, это зонтик, это тень от зонтика. Ну, что не может? Тень неправильная, а в чем неправильность тени? Видите, вот это настоящая тень. Это правильная тень, а эта тень неправильная, потому что она сильно резко очерченная. Тень такая не бывает. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Друзья, запомните себя, запомните себе простую мысль. Воля Божья имеет определенные границы. Другими словами, если мы находимся под покровом, а покров его дает сень или тень, да, по-другому. Если вы находитесь под зонтиком, а зонтик дает тень, скажите, где тебе надо быть, чтобы тебя не намочил дождь? Чем ближе к средине, тем что? Тем лучше. Я специально, друзья, дал вам пример этой тени, этой тени, чтобы вы поняли, что на самом деле не всегда так ясно нам вот эти границы, друзья. Сейчас мы к этому придем. То есть границы воли Божьей. Но прежде, чем мы к этому придем, давайте все-таки поговорим именно за границу. Смотрите, черту провел ты над поверхностью воды, Иов пишет, до границ чего? Света со тьмою, друзья, у света со тьмою есть граница. Вы понимаете, что я говорю о нашей духовной жизни? Есть вещи, которые есть свет, и есть вещи, которые есть тьма. И между этими двумя вещами есть граница. И граница, она четко очерченная, так или нет? Но скажите, всегда ли мы можем эту четко очерченную границу видеть в нашей жизни? Всегда ли вы уверены, что дело, которое вы делаете, сто процентов, я уверен, это Божье дело? Всегда ли? Не всегда, друзья. Поэтому временами, друзья, выпасть из воли Божьей мы можем по неволе. Мы даже не хотим выходить из-под воли. Конечно, так как говорит брат Филипп, написано, брехать нельзя. Воля Божья. Воля Божья. Хорошо. А если твоя ложь приведет к гибели человека, можно тогда врать или нет? Вот приводил пример, один брат говорит, стоит христианин, а мимо него пробежал еврей, а за евреем гестапо бежит. И гестапо бежит, пробегал человек, тот говорит, да, куда побежал? Если покажешь, куда побежал, ты станешь виновником его гибели. Как поступать в этой ситуации? Я вам расскажу, как, вы знаете эту историю или нет? Вы знаете эту историю? Брат рассказывал, он говорит, это вот так стоял, сделал шаг вправо, сказал, пока стою на этом месте, не видел, где он. Он стоял здесь, видел еврея, он сделал шаг вправо, говорит, пока стою на этом месте, его не видел. Он соврал или нет? Вот вам, друзья, пример размытости воли Божьей, да? Один христианин скажет, да нет, он все равно сбрехал, а другой скажет, не, мудро поступил, да? Мудро поступил, как было сделать? Вот так, друзья, бывает в нашей жизни, и я вам так скажу, друзья, ответственность за то, что вы приступаете вот эту черту, она лежит на вас. Временами к нам, как к пастырям, приходят люди и стараются вывести нас на совет, да? и когда ты дашь тот совет, который тебя требует, ты берешь на себя определенную ответственность. И я этого не делаю, потому что вы, как христианин, вы ответственны, когда вот это присутствует, такая размытость, и ты не знаешь, как поступить. Правильно, неправильно, тут поступишь, одного обидишь, а так поступишь, другого обидишь. И вот когда это размытость, друзья, если вы попали в эту ситуацию, Бог хочет, чтобы вы узнали его, что? волю. Это ваша ответственность. Не идите к пастырям, не перекладывайте ответственность на другого человека. Когда Господь вас поставил в такую ситуацию, и я должен сказать, потому что это правильно, но я не могу сказать, потому что это мой начальник. Это твое решение. Не иди к пастырям, не спрашивай, что мне делать. Пастырь скажет, иди скажи, ты пойдешь, скажешь, тебя выгонят с работы, служитель будет виноват, что тебя с работы выгнали. А если не пойдешь, не скажешь, тебе сердце томится, служитель опять будет виноват, что ты не можешь участвовать в слепопреломлении. Вот это такая двоякость. Когда Бог положил на вас эту ответственность, друзья, определяйтесь сами. Определяйтесь сами. Я специально, друзья, сделал такую картинку, знаете зачем? Чтобы показать, что такие ситуации, они обычно нас из-под зонтика с вами что? Не выводят. Они из-под зонтика. Когда вот этот зонтик, а вот ты вот настолько выступил, приступил в волю Божью, ты попал под дождь, ну да нет, если что-то две капли капнуло, то оно через время, ты его и не заметишь. Вы понимаете, к чему я веду? Что вот эти ситуации с двоякою, такой раздвоенностью, они не выводят нас из-под воли Божьей. Даже если ты поступишь неправильно, все равно ты не будешь виноват. Ну давайте, допустим, допустим, тот бы посчитал человек справедливым по своей совести и сказал бы правду. Что он виноватый в гибели будет еврея? Будет виноватый в гибели? Он не будет виноватый, потому что Бог контролирует всю ситуацию. И я, моя совесть мне не позволила, я христианин, не могу лгать, потому что, друзья, но вы знаете, как у евреев насчет лжи или нет? У евреев есть условия, выведенные из Торы, что есть определенные случаи, когда еврей не только может, он обязан лгать. Да? Вы не слышали это? Ну, это Юрий лучше вам рассказать, он больше в этом поднаторенный. Но я когда читал эти вещи, я удивлялся, как можно, имея закон Иоанновский, Писание, даже Ветхий Завет, выводить такие законы. Да, ну, там, если, например, связано с угрозой для народа, если связано с угрозой для Торы, там, у них есть предписание, что ты, в частности, например, есть разрешение, не предписание, а разрешение, не евреи, еврей может солгать в вещах, относящихся Торы. Да? Если, например, есть какая-то заповедь, которая, Гою не надо знать, еврей имеет право солгать, сказать, да-да, вот так мы учим, а на самом деле они так не учат и так дальше. Хорошо, расскажу вам пример, может, будет не сильно приятно, но, например, вы слышали, что в одном из течений иудаизма есть учение, что Гои, то есть не евреи, это скот на самом деле. Что Бог создал человека и создал скот. и все Гои относятся к скоту. Вы слышали это или нет? Ну, вот есть такое учение, в евреи, в евреи, раввины этого учат, но это учение вы не услышите, это учение, может услышать такой человек, посвященный, потому что, если, например, вы спросите у рядового еврея, он вам скажет, нет, такого учения у нас нету, потому что у него есть заповедь в этой ситуации, вам врать. Поняли? Как это все хитро у евреев закручено. Так как мы изучаем иудаизм, мы кое-какие вещи знаем и понимаем, почему Христос это исправление закона. Без Христа люди приходят вот к таким вещам, таким глупым вещам, извините, что я скажу. Но, возвращаясь назад, я ушел в сторону, сори, извините. Небольшие, друзья, преступления нас не выводят из-под воли Божьей, когда ты не уверен, как поступить. И поступаешь, и поступаешь неправильно. Бог тебя за это не наказывает, потому что, если ты сделал ошибку, ты сделал ее от искренности, да, и Бог покрывает тебя. Но выходить дальше, чем вот так, из воли Божьей нам что, нельзя. Я бы сказал бы так, надо было нарисовать меня по-другому. Я бы нарисовал бы так, скорее всего, будет правильно. Чтобы одна нога, по крайней мере, осталась в воле Божьей, ну, а вторую уже там, где ты там походишь. То есть, для каждого греха Бог отделяет определенное, что? Время. И когда ты согрешил, ты не выпадаешь из воли Божьей до момента, пока не закончится время, отделенное Богу на покаяние. Например, в Писании вы найдете такое выражение. Если говорить о прелюбодейцах, то там не написано грех прелюбодеяния. Кто помнит, как написано? Что можно разводиться, можно разводиться, но не за грех прелюбодеяния. Часто верующие даже не знают, как написано. Там не написано грех. Как там написано? Вина. Что означает? Какая разница между вина и грех? Какая разница? Когда ты согрешил, ты виновен? Виновен. А когда покаялся, то что? То невиновен. Хотя согрешил, но невиновен. То есть, если человек, буквально я толкую это место так, если человек грешит, и что? И не кается, то на нем остается вина. Но если, например, человек согрешил и покаялся, то мы не имеем права пушать мужа или жену, на развод. Поняли? Разница. Часто берут повод, вот он все согрешил. Но он все согрешил. Но он же сразу покаялся. И пришел. Стройте дальше тоже. Не, не, мы должны понимать, как Писание говорит. Писание говорит, если вина есть, вина, конечно, это не поощрение, но немножко в сторону ушли. Хорошо. С границей понятно. Если на человеке вина, тогда Бог снимает с него ограду, и 90-й Псалон для него закрыт. Второе, друзья, на что я хочу обратить внимание, воля Божия действует в тех людях, которые имеют веру, и давайте мы сейчас коротко с этой верой разберемся, потому что действие 90-й Псалма распространяется на человека, который не приступил к границе, он под покровом, и тот человек, который говорит Господу, смотрите, он говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я, что? Упываю. В буквальном смысле слова, друзья, 90-й Псалом работает в жизни тех людей, которые, во-первых, поняли, что воля Божия имеет границу, во-вторых, друзья, они говорят, они говорят, что это означает? Как вы понимаете вот это полностью выражение? Я говорю. Что это значит? Я верил, потому и говорил. А теперь давайте в практическую сторону уйдем, да? Что этот человек говорит? Что он говорит? Господь, ты мое прибежище, Господь, ты моя защита, ты Бог мой, и я на тебя, что? Упываю. Что это практически значит? Где работает 90-й Псалм? Давайте возьмем часть, забежим вперед, возьмем часть 90-го Псалма. И язва не приблизится к жилищу твоему, да? Как поступает человек, который исполняет, обратите, то первый стих, это условие. Если это условие не исполнено, 90-й Псалм у вас не работает. Язва приближается к твоему жилищу. Как поступает этот человек? На самом деле, возьмем эпидемию, потому что язва, там на иврите обозначает язва, эпидемия, болезнь. Приближается болезнь, и всем делают прививки от болезней. Как должен поступать человек, который упывает на Господа? Вот, друзья, вам пример, то, о чем я говорю, что вроде как размыта воля Божия. Когда ты возьмешь прививку, ты согрешишь или нет? Нет. Медицина. С другой стороны, друзья, с другой стороны, есть люди, которые на самом деле, я верю, что есть такие люди, у которых есть вера, вера в то, что язва к моему жилищу что? Не приблизится. Тяжело в это верить или нет? Ну, хорошо, это всем нам не тяжело, боязвы нету рядом. Нам всем не тяжело, потому что нету рядом язвы. Да? Ну, но когда, например, были эпидемии, и я не знаю, если вам интересно, то можете прочитать, я в принципе могу рекомендовать этого писателя, он довольно интересный, хотя он пишет про староверов и про православные. Есть такой писатель Лесков, это как бы один из классиков, как Тургений и так дальше. Я в свое время много перечитал, и он описывает жизнь одного человека и описывает случай, когда его начали считать святым человеком, не смертельным. И это был случай, когда прошла эпидемия чумы. И эпидемия чумы, вы знаете, когда проходила в то время, то люди сотнями умирали, и не чумы, а, извиняюсь, другая болезнь, которая очень сушит, во время болезни сушит сильно. Что это за болезнь? Может быть, я не знаю, не буду говорить, что за болезнь, но во время болезни человек очень сильно хочет пить. И в большинстве случаев люди, особенно которые оставались как бы одиноки, выкосила болезнь весь дом, и они сильно страдали именно из-за того, что не могли напиться воды. Получается, мама заболела, дети ей принесли воды, дети начали болеть. Дети все заболели, папа начал носить, и в конечном итоге папа остается один, и он страшно страдал из-за того, что просто не мог напиться. Так вот, человеку, которому писает Лесков, он ходил по домам, там, где вот эти одинокие были, умирающие, и просто давал им пить. И множество домов он прошел, и нигде он не заразился чумой. Он остался жив-здоров. И после этого про него прошла слава святого человека, друзья. Но войти в такой дом, зачумленный, это, друзья, требует веры. Так или нет? Требует упование. Бог мой, на которого я что? Уповаю. Ты понимаешь по заповеди, ты должен этим больным принести облегчение. Какое ты только можешь. Исцелить ты не можешь, медикаментов ты не можешь, ты можешь помолиться и дать кружку воды. Вот, друзья, вот это признак человека, в котором написано, ты мое прибежище, ты моя защита. И когда он в это в сердце, то, что он сказал в сердце, он сказал это с верою, то, друзья, 90-й псалом начинает в его жизни что? Работать. Язва не приближается. Падут возле тебя тысячи, десятки тысяч в Одесную, а к тебе не приближается. Почему? Потому что ты сказал, ты уповаешь. И самое главное, друзья, не забывайте первое условие, и волю Божью ты что? Не приступил. И Бог оградит, и Бог поставит охрану. Вот два условия, друзья, воли Божьей. Первое условие. Я привел вам пример женщине, страдавшей кровотечением. Ну, 13-й псалом тоже интересный. Смотрите, вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Почему, друзья, нищий уповает, скажите? Больше ему не надо, на кого уповать. Я специально выписал два примера, и второй пример женщину, которая страдавшая кровотечением, потому что временами, друзья, чтобы прийти к 90-му псалому, мы с вами проходим все, что только можно пройти. Написано, она и сдержала все на врачей, никем не могла быть, истинна, и только тогда. Могла же раньше начать уповать, или нет? Могла, и все мы так же. Поэтому давайте не доводить себя до этого положения, давайте уповать на Господа раньше. Я не останавливаюсь на этом, мы идем дальше. Что значит говорит Господу? Что это значит? Провозглашать, возвещать, заставлять, хвалиться, хвастаться. Я выписал значение вот этого еврейского слова говорит Господу. Это значит, друзья, во-первых, для того, чтобы была явлена наша вера, мы должны обязательно кое-какие вещи сказать вслух. Согласны со мной? Да? Поэтому, как я уже сказал, это очень трудно бывает, и я не поощряю вас это делать, unless вы в этом уверены. Но если придет какая-то болезнь, беда в ваш дом, и вы верите, что Господь может вас защитить, исцелить, избавить, удалить, то первое, что вы должны сделать, что вы должны? Вы должны провозгласить, вы должны это сказать. Вы должны сказать, да, пришла в мой дом, пришла болезнь, но я уповаю на Господа моего. И дальше, друзья, надо идти и действовать соответственно твоей вере, что является очень трудным, и, как я уже сказал, я вас не поощряю, потому что сегодня Олег проповедовал первую проповедь, и я благодарю Господа, что Бог уложил это у его уста, и он об этом говорил, что нам легче сегодня взять таблетку, нам легче, когда машина не заводится, вызвать механика, нам это легче. И никто вас за это не усудит, если вы так будете поступать. Но я вам предлагаю в следующий раз, когда это случится у вас, особенно вещи не сильно страшные, заболеете насморком, не заводится машина, еще что-то, проэкспериментируйте, встаньте на колени и скажите, Господь, ты упование мое, я опаздываю на работу, сделай так, чтобы машина завелась. Попробуйте, а может быть, сработает, я думаю, мы сегодня разберем с вами один стих и на этом закончим. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Я хочу вас спросить, вы же все 90-й псалом знаете, читаете, на память знаете, да? Скажите, друзья, ну, во-первых, смотрите, что интересно, заметьте себе эту мысль, а потом я вам задам вопрос, и мы очень коротко порассуждаем. На территории действия воли Божьей может быть и сеть ловца, и губительная язва. Вы на это не обращали внимания никогда? Я когда уверовал в Бога, у меня жизнь моя представлялась в очень таких розовых тонах. Да? Я понимал так, если я буду угождать во всем Богу, значит, в моей жизни ничего плохого не случится. Не должно. А чего оно должно случаться? Самое главное, хранить себя, не выходить из воли Божьей, а Бог позаботится за все остальное. А потом, как оно на меня свалилось, то я понял, друзья, что на территории действия воли Божьей есть много различных вещей, которые нам не нравятся. Но это территория воли Божьей, благой, угодной и совершенной. Давайте разберемся с первым стихом, и после этого, друзья, я думаю, мы с вами помолимся. Итак, сеть ловца, друзья. Во-первых, это слово переведено во многих местах как птицелов, сеть птицелова. Ловец это птицелов, но есть перевод, который мне нравится больше, и я вам его предлагаю. Это ловец на приманку. Вы понимаете, что такое ловец? Потому что птицелова, по-разному можно птиц ловить и животных ловить, по-разному, да? Но я бы хотел взять здесь аналогию рыбацкую, извините. Но вы поймете, о чем идет речь. Почему, друзья? Потому что рыбаки, когда ловят рыбу, они ловят ее на приманку. И приманка, в основном, раньше, конечно, раньше ловили на настоящую рыбу. Ловили маленькую рыбу, ее цепляли. Сейчас не так. Более того, на вот такую приманку рыба идет лучше, чем на настоящую рыбу. Вы это знали или нет? Кто рыбак? Есть рыбаки здесь среди нас? В лоне. Так или я? Правда говорю? Друзья, так вот, послушайте, я говорю вам духовно. Что такое? Бог избавляет нас от ловца, который ловит нас на приманку. Во-первых, вот эта приманка, друзья, это не что иное, как фейк. Это подделка. Она красивая, она блестящая, но она не приносит для рыбы никакой пользы. Обратите внимание, если бы на самом деле хотя бы была настоящая рыба, то тот бедный сом или щука, который бы съел эту приманку и попал на крючок, то сказал бы, ну ладно, я на крючке, но хоть рыбу съел. Да? Но вот это, то, что я вам говорю, это точно описывает сатану, потому что сатана, когда ловит нас, он дает такую приманку, потому что она несъедобна для нас, она ни для чего не нужна, но она сильно нас, сильно нас, что делает? Привлекает. Друзья, вы никогда не задумывались, что вот это влечение, оно зависит от Господа. Я вам скажу честно, что если бы Бог снял ограду и дал бы сатане действовать в жизни любого из вас, никто бы из нас не устоял бы. Потому что сила этой приманки, она такая, чтобы мы все так написаны, знаете, как он идет за ней, как лев, как волна на убой. Все. Он знает, что он идет на убой, но ничего не может с этим сделать, потому что она ее пленила, она ее увлекла, а то про блудницу написано. Вот это, давайте другое место я вам покажу. Вы помните, как написано в Слове Божьем о Каине? Написано, грех лежит где? У порога. Но ты господствуй над ним. Скажите, возгосподствовал Каин или нет? Не возгосподствовал. Друзья, мы даже временами не понимаем, насколько Бог нас ограждает. Если вы живете под волей Божьей, друзья, вот эта приманка, она для вас становится недействительной. Вы на нее не реагируете. Но есть люди, которые выпадают из воли Божьей, и они поглощают эту приманку, и они попадают навсегда в сеть ловца. Или я скажу тем аллегорией, о которой мы говорим, они попадают в сатане на крючок. И когда попадают они в сатане на крючок, дальше их участь нам с вами что? Известна. Нам известна участь. Но я хочу, друзья, чтобы вы поняли, что мы даже порой не подозреваем, от чего Бог нас оградил. Мы смотрим на человека и думаем, ну как он так грешит? Ну что так его пленяет? Ну что он не может от этого пьянства избавиться, да? А на самом деле, друзья, проблема в том, что ты огражден от сети ловца, и Бог просто поставил уграду и сказал сатане, пускай эта блесна не блестит и мое дитя тебе не пленяет. И поэтому тебе это легко, ты смотришь, да мне легко это все, да я это все победил. А ты что не можешь победить? Да ты и победил, потому что Бог оградил тебя, потому что ты в 90-м псалме, потому что ты в воле Божьей. Аминь? Аминь, друзья. Вот почему Давид говорит, что каково число помышлений твоих о мне, стал бы я проповедовать, но они превышают число. Мы об этих вещах даже не задумаемся. Или кто-то задумывался? Что Бог оградил нас от чего-то, чего мы не видим, но он оградил нас и дал нам возможность служить ему, видите? А сатана на эту приманку пленяет на крючок, берет в сеть ловца, попадаются эти птицы, и он делает их пленниками, и он заставляет их служить себе, и они рабы. Друзья, а мы, слава Богу, от этого с вами что? Избавлены. Друзья, в следующий раз, когда заблестит блесна в вашей жизни, проверьте, не выскочили ли вы из-под воли Божьей. Аминь? Когда в следующий раз что-то захочется, заблестит блесна, и тебя начнет влезть, что-то, что-то так, ну так, посмотрите, не вышел ли ты из-под действия воли Божьей, не выскочил ли ты из-под зонтика? Аминь? Хорошо. Все тело отца разобрались, еще вторая половина стиха, и мы идем к молитве. Гибельная язва. О, вы никогда не догадаетесь, что я выкопал из гибельной язвы. На самом деле, гибельная язва обозначает гибельную язву. Если быть, так сказать, прямым, то прямой текст на самом деле обозначает гибельную язву. Моровая язва, чума, мор, она произносится как дебер. То есть, на самом деле, Бог нас избавляет от каких-то болезней, вещей, физического характера. Избавляет или нет? Друзья, избавляет. Если, друзья, я не болею так серьезно, я не болел еще серьезно, то это не значит, что у меня крепкое здоровье. Это значит, что Бог избавляет меня и каким-то микробом повелевает и говорит, ну-ну-ну, у пышного Сашу не заходьте, не имейте права. И эти микробы меня обходят стороной. Например, я, слава Богу, ни разу не переживал здесь то, что многие калифорнийцы переживают. Оскар, может быть, еще и тебя встретит впереди. Это аллергия, знаете, да? Аллергия. Многие здесь аллергию переживают, а я не знаю, что такое аллергия. Слава Богу, он избавляет меня, 90-й псалом, от губительной язвы. Но! Если вы копнете немножко глубже в лексикон, вы увидите, что это слово используется очень в интересном значении. Оно используется в значении слова ссора или распря. А я вот такую ссору вам дал на картинке. Послушайте меня, друзья. Он избавляет... Губительна язва или нет? А? Губительна. Друзья, вы знаете, что если на самом деле вы будете жить в воле Божьей, мы будем избавлены от вот этих всех вещей. Если муж и жена под покровом воли Божьей, они никогда не будут между собой что? Ссориться. Ссориться. А если, друзья, есть семья, в которой день и ночь ссора и распря, разве это не губительная язва? Временами я бы и язву губительную пережил лучше, чем вот эти все ссоры и эти все разборки и эти все доходят до драки. Разве это не губительная язва? Да губительная язва. Друзья, еще раз скажу, если это есть в семьях, если это есть в церкви, если это есть в отношениях, Посмотрите, не вышли ли вы где-то из-под воли Божьей. Получается, что мы выходим из-под покрова, выскакиваем одной или двумя ногами, и в этот момент использует сатана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok